В эфире Народные новости в студии Ирина Семенова. Здравствуйте! В начале выпуска его основные темы. Ильин день по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан и арестован первый вице-мэр Саранска Илья Соколов. У Чамзинского района новый руководитель его имя озвучили на сессии местного совета депутатов. Расплескалась синева Мордовия отметила день воздушно-десантных войск. На земле святого праведного воина Феодора Ушакова межрегиональная выставка-ярмарка объединила православных из разных уголков страны и мира. Первый вице-мэр Саранска задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. 1 августа в отношении Ильи Соколова возбуждено уголовное дело. А уже 2 числа суд назначил ему меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца. Ильин день для первого заместителя главы городского округа Саранск стал днем роковым. 34-летний Илья Соколов накануне был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Высокий пост молодой управленец занимал с 2021 года. В городскую администрацию он возглавлял департамент городского хозяйства. Курировал вопросы ЖКХ, благоустройства и транспорта. Теперь же вице-мэр рискует отправиться за решетку. Как сообщили в республиканском управлении ФСБ, с августа 2023 года по май 2024 Илья Соколов лоббировал заключение выгодных контрактов для муниципального предприятия «Спецсервис» и одной коммерческой компании, а также гарантировал им общее покровительство. За это вице-мэр получил вознаграждение в размере 6 миллионов 700 тысяч рублей. Деньги он выводил через подконтрольную организацию. Задержали Илью Соколова 1 августа, а уже 2 числа прошло первое судебное заседание. Свою вину чиновник не признал. Представитель следственного комитета выступил с ходатайством о заключении чиновника под стражу. Следствие имеет достаточно основание полагать, что находиться на свободе Соколов, который призывается в совершении особо тяжкого преступления, из-за которого присмотрено наказание в виде лишения свободного срока от 8 до 15 лет, имеет реальную возможность скрыть сотрудников правительства и суда, а также имеет возможность успешно в полноте ответственности и всесторонности расследования по настоящему уголовному делу. Также принять меры по уничтожению предметов документов и ценностей, которые могут являться численности, может угрожать следственным участникам уголовного производства, либо иноптикционного производства уголовного дела. Соколов с адвокатом в свою очередь ходатайствовали об избрании иной меры пресечения. Оказывать давление не собираюсь и скрываться тоже не собираюсь. Прошу рассмотреть домашний арест. Суд в этом ходатайстве отказал и удовлетворил просьбу следствия. Исправить нашу Соколову или вставочную меру причинен в виде исключения под стражу сроком на 2 месяца на 2 суток, то есть с момента фактически подлежали Соколову с 1 августа 2024 года по 30 сентября 2024 года включительно. Чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы. Отмечу также, что последствием сейчас находятся и руководители компаний, подозреваемые в даче взятки. В Чамзинском районе новый глава. Вопрос о его избрании был вынесен на 39-й сессии Совета депутатов муниципалитета. Напомню, в мае этого года Руслан Батеряков, занимавший должность главы района, сложил свои полномочия. В июне был объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность главы Чамзинского района. Своей кандидатурой выдвинули два человека – Александр Сазанов и Оксана Сыркина. Каждый из них был допущен до голосования после представления кандидатов. На сессии депутатам предстояло отдать свой голос за одного из них. Выбор парламентариев был единодушным, единогласно за кандидатуру Александра Сазанова. Теперь он займет пост главы района. Александр Сазанов, уроженец города АлатР Чувашской республики, получил два высших образования. Трудовую деятельность начал в 2007 году с работы в Федеральной налоговой службе. Затем в разное время в администрации АлатРского района занимался вопросами строительства, ЖКХ и благоустройства. С 2023 и по 2024 год работал в Управлении капитального строительства Мордовии. Поэтому в решении актуальных для района вопросов у новоиспеченного главы уже есть серьезный опыт. С назначением нового руководителя муниципалитета поздравил председатель правительства республики Дмитрий Позняков. Успехов в работе, в нелегкой работе. Муниципальная власть, она максимально приближена к жителям, максимально приближена к населению. И все вопросы, которые возникают, прежде всего приходят на муниципальный уровень. Поэтому успехов вам, Андрей Васильевич. Премьер-министр республиканского правительства обозначил ряд ключевых задач, которые предстоит решать новому главе Чамзинского района. Среди них строительство дорог и модернизация коммунальной и социальной инфраструктуры. 2 августа в России отмечается День воздушно-десантных войск. В этот день ветераны и действующие военнослужащие собираются вместе, чтобы поделиться воспоминаниями и почтить память боевых товарищей, отдавших жизни за родину. О том, как отметили День ВДВ в Саранске, расскажут Ирина Суконкина и Владимир Надькин. История ВДВ начинается с 1930-го, когда в Советском Союзе была создана первая десантная часть. В том же году, 2 августа, в бездну с самолета шагнули 28 отважных парашютистов. Это была первая высадка боевой группы советских десантников. Эта дата и закрепилась в календаре официальных праздников России. С тех пор прошло 94 года, но традиции остались неизменны. 2 августа в Саранске на площади Победы собрались ветераны и действующие военнослужащие. Десантников узнать несложно. Каждый из них пришел славить ВДВ в форменной одежде, голубых беретах и тельняшках. Десантники с честью выполняют долг перед родной страной, несут службу в горячих точках, принимают участие в самых опасных и важных контртеррористических операциях. Их храбрость и самоотверженность стали легендарными. Воздушные десантные войска завоевали репутацию элиты Вооруженных сил России. Как у нас среди десанта говорят, боится каждый. Боится каждый. Но шаг вперед делает только десантник. Легендарные воины-десантники в небе и на суше сражались и погибали за нашу родину, за родное Отечество. Отдавая дань памяти героям, к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной, военнослужащие Мордовии возложили корзину с цветами. День ВДВ День ВДВ – это не только праздник для действующих военнослужащих, но и День памяти о тех, кто служил и защищал страну. Он напоминает о том, что мирное небо над головой – это результат труда и жертв людей в погонах. Среди отважных десантников и наш уроженец Александр Саушкин. С началом специальной военной операции мужчина без раздумий отправился на фронт. В этом году верного сына отчизны не стало, но память о нем жива. Вот и сегодня с портретом героя на День ВДВ пришла сестра Александра. Он очень любил этот праздник, погиб на СВО, поэтому я решила сегодня прийти с его фото, потому что он очень гордился, что он служил в десантских войсках. В руках ветерана-десантника Михаила Шумкина стопка армейских фотографий. На них его друзья-сослуживцы. Но самое важное место в альбоме занимает вот этот снимок. Во время службы Михаилу Шумкину посчастливилось познакомиться с героем Советского Союза Василием Филипповичем Маргеловым. Когда закончили лыжный переход в штабе ВДВ, он нам подарил грамоты и часы в Мадерске. В этот день ветераны и действующие вагинослужащие собираются вместе и охотно делятся самыми яркими воспоминаниями. О службе в ВДВ здесь говорили много и часто. И как выяснилось, сильнее всего в памяти каждого десантника отпечатался первый прыжок с парашютом. Когда раскрывается металлой парашют 100 метров квадратных, это непередаваемое ощущение. То есть ты паришь в воздухе, у тебя очень такая тишина небесная. Первый прыжок с парашюта. То есть получаешь полностью удовольствие от этого, адреналин. Классно. Считается, что именно 2 августа встретить десантников можно не только на площадях, но и в городских фонтанах. Некоторые говорят, что в отражении воды они видят небо. И таким необычным способом настоящий десантник отдает дань памяти службе. Но это лишь догадки. В реальности же традиция купания в фонтанах уходит в прошлое. Как показал опрос День ВДВ, десантники предпочитают отмечать сухими. В кругу друзей, сослуживцев и родных. В фонтанах купаетесь? Нет. Зачем? Нет. Потому что в фонтанах купаются ВДВшники, а мы десантники. Нет. Это признак ВДВшников, а мы десантники, семья десантников. Но что точно останется в жизни каждого десантника, так это неофициальный гимн воздушно-десантных войск. Дебют песни «Синева» от ансамбля «Голубые береты». Состоялся 2 августа 1973 года. С тех пор произведение прочно вошло в репертуар военнослужащих. Ирина Суконкина, Владимир Надькин. Народные новости. 2 августа в Саранске на площади Кафедрального собора открылась межрегиональная православная выставка-ярмарка на земле святого праведного воина Феодора Ушакова. Это уже традиционное культурное духовно-просветительское событие, которое объединяет огромное количество людей. Юлия Исаикина и Алексей Казаков расскажут представители каких храмов и монастырей приехали в столицу Мордовии и что они привезли с собой. Не изменяя традиции, каждый год в первые дни августа у Кафедрального собора появляется этот большой белый шатер. Это значит только одно в столице Мордовии проходит межрегиональная православная выставка-ярмарка. Духовно-просветительское событие организовано по благословению митрополита Саранского и мордовского Зиновия и посвящено памяти великого флотоводца, непобедимого адмирала Феодора Ушакова. Стараемся каждый раз собрать интересный состав участников. Здесь представлены как храмы, приходы монастырей Саранской епархии. Также из различных регионов даже есть представители дальнего зарубежья. Это Иерусалим, Иерусалимский монастырь, Сирийский монастырь. Активно занимаемся программой, подготовкой. В общем-то участвуют у нас местные коллективы. Это и концертная программа, беседы на разные темы, здоровье, здоровье нации, в общем-то духовные беседы. Помимо этого будет проходить ежедневно экскурсии в собор кафедральный в 15-16 часов. Работает программа «Задайте вопрос священнику». Это тоже в соборе. Из святых мест представители храмов и монастырей привезли огромное количество самых разных товаров. Книги, иконы, продукцию монастырских аптек, мед, травяны, чаи, церковную утварь и украшения. В ярмарке участвуют и священники из Грузии. Их павильон один из самых больших на выставке. Очень здорово, что кроме привычных товаров они привезли с собой настоящие святыни. Мы представляем очень много икон с гробовой доской батюшки Гавриила, с частицей мантии его и даже десница. В этом году привезена десница, она с частицей гробовой доски батюшки и с частицей мантии. Очень рады, что организаторы и епархия предоставили такую возможность. И мы привезли, наверное, не побоюсь этого слова, один из больших стендов на эту выставку. И очень приятно удивлены отдачей от людей, очень много эмоций. А это стенд мастеров и умелец из России, города Челябинска. Здесь представлены иконы ручной работы с хрусталем и горными камнями. Красота невероятная. Уже на протяжении 30 лет мастерской возрождают старинную традицию оклада икон. 17-18 век. Это было очень такое достойное. Каждый старался украсить в дар, приносил Господу, святым, благодарность. Кто-то, например, по сословию поменьше он копеечку, кто-то побольше золото-бриллианты. То есть алмазы, рубины старались украсить. То есть мы возрождаем как раз эту традицию. Православная выставка-ярмарка будет работать в Саранске до 8 августа. Ее гостей ждет много интересного. А главное, что здесь можно просто тепло пообщаться с представителями храмов и монастырей, заручиться поддержкой в трудной жизненной ситуации, попросить благословения и совета. Юлия Исайкина, Алексей Казаков. Народные новости. В современном мире старые технологии зачастую оказываются забытыми. Возможность прикоснуться к истории компьютерной эры получили подопечные фонда «Добрые сердца». Что больше всего заинтересовало детей, расскажут мои коллеги Илья Юфатов и Сергей Соколов. Об этих приставках и компьютерах мечтали целые поколения юных игроков. Многие ребята часами просиживали у ламповых телевизоров с джойстиком в руках. Но с годами техника устаревала и отправлялась пылиться на дальнюю полку. Подарить новую жизнь этим вещам решили в кибергалерее имени Евгения Крюкова, где состоялась экскурсия для особенных детей. У нас сегодня новый формат мероприятия. У нас сегодня ребята с особенностями. Для нас это новый опыт. Я надеюсь, им понравится. И они тоже приобщатся к компьютерным играм, к тому, что наша страна великая, и что у нас очень много достижений в этом плане. Среди экспонатов много техники, созданной в России и Советском Союзе. Есть и игры от наших разработчиков. Главной фишкой кибергалереи является то, что все устройства в выставочном зале рабочие. А значит, каждый может буквально прикоснуться к истории. Подопечным фонда «Добрые сердца» рассказали и об устройстве современных компьютеров. Ребята сами попробовали собрать их из нужных комплектующих. Благодаря грамотным разъяснениям экскурсовода, жесткие диски и материнские платы быстро встали на свои места. С большим интересом дети испытали свои силы в играх. Они поиграли в гонки, шутеры и стратегии, имевшие в свое время огромную популярность. Привлекла внимание подопечных фонда и жемчужина коллекции. Советский компьютер «Агат-7», выпускавшийся в Мордовии. Одно из первых кибергалерея получила новый российский смартфон, сборка которого налажена в нашей республике. Показали новые устройства, которые у нас совсем недавно поступили в наш музей. Это эрфоны. Новые устройства, которые производятся также на территории Саранска. И познакомились с операционной системой РОСА, которая на них установлена. Пейджеры и дискеты, кассеты и диафильмы. Эти вещи с детства можно найти на полках выставки. Многие экспонаты навевают ностальгию. Есть здесь и место для любителей антуражных фотосессий. Здесь же можно окунуться в атмосферу 80-х годов. В кибергалерее есть специальная фотозона, где собрано много вещей из той эпохи. Например, знаменитая видеодвойка, которая была мечтой многих жителей СССР. Впечатления от такой выставки самые лучшие. Ребята узнали об истории создания компьютеров и их устройстве. А захватывающие игры сделали это мероприятие более запоминающимся. Интересно было посмотреть телевизор. Как раз и всю технику, которая была в советское время, также современную технику. Выставка понравилась нам всем. Кибергалерея имени Евгения Крюкова – это уникальная площадка в Мордовии, где прошлое встречается с настоящим, а технологии становятся доступными для каждого. Здесь не только сохраняется наследие игровых устройств и компьютеров, но и создаются новые возможности для детей с особенностями развития. Илья Юфатов, Сергей Соколов. Народные новости. 2 августа в стенах музея Эрзи открылась выставка, посвященная столетию со дня рождения двух выдающихся деятелей изобразительного искусства – Александра Коровина и Николая Абухова. В своих работах оба художника старались отразить глубокие размышления об общечеловеческих стремлениях и идеалах, связывающих поколения. Дарья Боронина и Дмитрий Малахов побывали на вернисаже. В простоте жизни он видел прекрасное. Работая над своими полотнами, размышляли о вечных темах, о связи времен и поколений, о культуре и труде, а в центре всего этого – человек. Два художника, оставившие после себя богатое культурное наследие. Александр Коровин и Николай Абухов родились в 1924 году. Помимо схожего видения мира, объединяла художников и мордовская земля, на которой каждый из них жил и творил. Художники хорошо знали друг друга. И когда ты живешь в одном времени и дышишь ритмом этой жизни, своего поколения, вдохновлен идеалами своих современников, то понятно, почему переплетаются их и творческие искания. В экспозицию включены работы из фондов нашего музея. Также есть скульптуры, которые находятся в коллекции Центра эстетического воспитания. Николай Абухов сам подарил эти скульптуры Центру. Есть несколько графических работ из коллекции Валентины Коровиной, дочери художника. Александр Коровин – народный художник Мордовии, значительно повлиявший на развитие национальной художественной традиции. Богатое наследие автора включает не только графику, но и живопись. Как отмечал сам художник, главные награды для него не медали и звания, а ученики. Он был не только замечательным книжным графиком, но и учителем с большой буквы. Это замечательный человек, замечательный художник, профессионал. Вот знаете, у него была одна очень важная, как мне кажется, для художников черта, не останавливаться на достигнутом и иногда, может быть, даже менять сферу своей деятельности. Я работала в музее, естественно, мы работали с художниками. Мы иногда приходили, например, к Александру Ивановичу коллективом для того, чтобы послушать ему интересные лекции. Он был прекрасный специалист, он очень хорошо говорил. Николай Абухов – заслуженный художник Майя СССР, определивший направление развития мордовской скульптуры второй половины XX века. Для выражения глубины человеческой натуры автор выбрал именно этот вид искусства. Известен памятными монументами, посвященными событиям Великой Отечественной войны, которые установлены в разных районах Мордовии. Николай Михайлович, он фронтовик, он человек такой предельной честности, не терпящий фальши. Он ко мне так по-отечески отнесся, и у нас с ним так хорошо пошла работа. Он все рассказывал, объяснял. Короче, у меня вот после вот этой первой встречи остались самые приятные впечатления, и после этого мы стали с ними друзьями уже на всю оставшуюся жизнь. Опираясь на лучшее в человеке, художники старались в своих работах вывести вневременное понимание красоты, которое складывается из чувств, характеров, поступков, устремлений. Экспозиция включает 78 произведений живописи, скульптуры и графики и продолжит свою работу до 25 августа. Дарья Боронина, Дмитрий Малахов, Народные новости. Намного больше, чем просто издание. Межрегиональная общественная организация Мордовского, Макшанского и Ирзианского народа выпустила книгу «Они сражались за Крым и Севастополь. Уроженцы Мордовского края в боях за полуостров». Эта работа раскрывает подвиги наших земляков, которые мужественно сражались за свободу Отечества. С автором книги встретилась наша съемочная группа. Теперь в нашей республике есть еще одно издание, которое без преувеличения бесценно, ведь в нем собраны уникальные материалы, свидетельства подвигов советских воинов, уроженцев Мордовской земли. Они сражались на всех направлениях и фронтах Великой Отечественной войны. Значимый вклад внесли и в защиту Крыма и Севастополя. Автор-составитель книги Юрий Мишанин поделился. Желание рассказать о героизме земляков родилось после фестивалей финно-угорских народов в рамках праздника «Шумбрат», которые уже на протяжении пяти лет проводятся на полуострове. Информация, прежде всего, вот здесь в музее, информация и в наших архивах. Мы работы, запросы делали и туда, в крымские архивы. А вот в целом мы собрали главный материал, начиная с дальней истории, потому что Ерумянцев Задунайский, он связан, это известный фильм «Аршал», он связан с Мордовским краем. Дальше Ушаков. Ушаков, это бесспорно тоже. Но основная часть книги посвящена, конечно же, именно Великой Отечественной войне и особенно ее эпизодам по освобождению Крыма. В центре внимания автора подвиг уроженца Дубенского района, командира подземного гарнизона Павла Ягунова. «Шумбрат» — это очень сложный, трудный. И когда нашим войскам пришлось отступать, переправа, материк, он остался. Остался с кучкой военных и всех мирных, многих мирных жителей, они собрались и ушли вот эти каменоломни. Аджамушкайские каменоломни в годы Второй мировой были одним из самых страшных мест Крыма. Именно здесь на протяжении 170 дней отчаянно и мужественно сопротивлялись вражескому окружению бойцы. Под командованием Павла Ягунова они до последнего оставались верными своей родине. Мордовский край и Крым, он как бы связан исторически благодаря вот этим людям. И он связан через Великую Отечественную войну наших защитников. Юрий Мишанин выражает огромную благодарность сотрудникам Мемориального музея архивов Мордовии и Крыма, коллегам из Научно-исследовательского института гуманитарных наук при правительстве Мордовии за помощь и поддержку в написании книги. Она, безусловно, займет свое почетное место среди историко-документальных изданий республики. Юлия Исайкина, Дмитрий Малахов, Народные новости. Безопасность самых маленьких пассажиров превыше всего. Сотрудники госавтоинспекции Мордовии в очередной раз проверили родителей из числа автомобилистов на наличие в салонах машин детских кресел. В рамках очередного рейда на улицах Саранской инспекторы выявили несколько нарушений. Дарья Боронина продолжит тему. Детское кресло. То, что в первую очередь необходимо иметь в салоне автомобиля, если в числе пассажиров находятся малыши. Детей в возрасте до 12 лет можно перевозить исключительно в нем. И это не прихоть инспектора в госавтоинспекции. Удерживающие устройства могут спасти здоровье и жизнь ребенка в случае ДТП. К сожалению, ответственно к вопросу безопасности детей во время поездки подходят далеко не все. Всего за один день рейда стражи порядка остановили 10 нарушителей. Так, например, мужчина, забрав свою внучку из детского сада, проигнорировал требования правил дорожного движения. Девочка перевозилась на заднем сидении без автокресла. В итоге в отношении данного гражданина составлен материал по статье 12.23, части 3 КОАП Российской Федерации. Отмечу, в соответствии с данной статьей за нарушение предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Но бояться стоит не денежного наказания. Правила дорожного движения существуют не просто так. Их неисполнение в любой момент может обернуться трагедией. Не стоит рисковать самым ценным – здоровьем детей. Дарья Боронина, Народные новости. 95 лет на страже правопорядка. В рамках ведомственной спартакиады, приуроченной ко дню образования Министерства внутренних дел по республике Мордовия, в Саранске прошли соревнования по настольному теннису среди сотрудников органов внутренних дел. Участники соревнований – сотрудники территориальных органов и строевых подразделений МВД по республике Мордовия. Всего в турнире поучаствовали 17 команд. Это 34 сотрудника, среди которых 3 ветерана органов внутренних дел. Играли по олимпийской системе. На вылет до финала дошли лучшие из лучших. В упорной борьбе места распределились следующим образом. Первое место занял коллектив отделения МВД России по Рамадановскому муниципальному району. Второе место заняла команда отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых МВД по республике Мордовия. Бронзовым призером стала команда отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу Саранск. Поддерживать организм в тонусе особенно важно тем, кто готовится произвести на свет новую жизнь. В Саранском роддоме провели зарядку для будущих мам. Какую пользу приносит активный образ жизни беременным женщинам и какие впечатления остались у участниц, расскажут мои коллеги Илья Юфатов и Дмитрий Малахов. Спорт – это одна из составляющих здоровья. Заниматься им надо всем – и взрослым, и детям, а в особенности и тем, кто носит под сердцем новую жизнь. В Саранском роддоме провели флешмоб «Спортивная мама – спортивный малыш». Его основная цель – укрепить здоровье будущих мамы привлечь их к занятиям физкультурой на регулярной основе. Мы организовали одну из площадок – это как раз зарядка для беременных женщин. И очень хотим привлечь внимание к этому вопросу, потому что вообще очень важно беременным женщинам заниматься физической какой-то нагрузкой. Мероприятие организовано в рамках всероссийского марафона «Сила России», который проводится сторонниками партии «Единая Россия». Под чутким руководством тренера будущие мамы выполняют упражнения, цель которых – укрепление мышц и суставов. Выполнять движения нужно аккуратно и плавно. Заниматься такой растяжкой для беременных следует регулярно. В будущем это благоприятно скажется на здоровье малыша. Физические упражнения во время беременности облегчают состояние женщины, улучшают условия для роста и развития плода, помогают беременной подготовиться к родам. В тёплом и уютном коллективе участницы не только провели время с пользой, но и зарядились хорошим настроением. Так что впечатления после такой зарядки только положительные. Все упражнения – это забедренные, что помогает раскрыть забедренные суставы. Это всё очень полезно. Поэтому мы, конечно же, очень бы хотели, чтобы как можно больше таких тренировок проводилось. Время, проведённое с пользой для тела и духа, пролетает незаметно. Участницы уже с нетерпением ждут продолжения. Организаторы поделились. В будущем проводить такие флешмобы собираются на постоянной основе. Илья Юфатов, Дмитрий Малахов. Народные новости. На этом у меня всё. Далее вас ждёт прогноз погоды. В студии была Ирина Семёнова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи!